На руинах старого НЖСК планируется возвести новую компанию НЖСК+. С такими подозрениями в нашу редакцию обратились жители некоторых городских домов. Причем люди уверяют, что условия управления жилищным фондом руководство планируемой УК кардинально изменило. Так ли это на самом деле и чего ждать собственникам большинства городских многоэтажек, выясняла Ксения Епишева. Этот дом на Советской 107 уже печально известен на весь ноябрь. Жильцы, разваливающиеся многоэтажки, с нетерпением ждут ремонта, который теперь под угрозой срыва. А всему виной новый договор управления, который людям предлагает подписать управляющая компания НЖСК и тем самым перейти на непосредственную форму управления. И первое, чего автоматически лишатся люди, это право получать субсидии на капитальные ремонты. А это значит ремонтировать дома они будут за свои кровные. Это хорошо, если дом небольшой. А, к примеру, девятиэтажный, как этот. Стоимость его ремонта оценили более чем в 40 миллионов. При том, количество квартир, что есть в доме, это в среднем по 370 тысяч на каждую. А за свой счет вообще никто не будет делать. Это просто дом придет в упадок и все. Люди не согласятся. Не, за свой счет никто делать этого ремонта не будет. Это первый момент. Второй. Сама по себе непосредственная форма управления подразумевает, что каждый собственник в индивидуальном порядке заключает договоры с поставщиками услуг. На воду, свет, отопление и даже вывоз мусора. Да это нереально. У нас город такой, вот наш дом только 108 квартир. Кто будет бегать и заключать там индивидуальные договора? Если, например, энергогаз будет сам ходить по квартирам, это еще можно рассматривать. Опять-таки надо читать пункты, что они предлагают, как они предлагают. А так просто взять и самим ходить, заключать, никто этого делать не будет. Не делайте ничего. Мы не делаем ничего. У вас мы берем только деньги. В такой форме управления есть только один плюс. Собственникам не нужно содержать штат управляющей компании. Тогда возникает вопрос. Для чего НЖСК под предлогом перезаключения договоров предлагает людям непосредственную форму управления? В чем будет заключаться роль управляющей компании? Отвечать на эти вопросы в обслуживающей организации нам не стали. Есть форма общения, есть сроки, в которых мы должны дать вам ответ. Вот вы же напишите заявление на имя руководителя. Мы дадим вам ответ на это заявление. Если вас это не понравится или вас это не уговорит, вы можете идти дальше. Вы же знаете, можно идти в любое место, где вам это правильный ответ, или хороший, или ваш ответ. А сегодня пока не знаю, о чем говорить. У меня нет ни одной жалобы. Зато нам удалось раздобыть экземпляр договора, в котором одним из пунктов значится ежегодное повышение платы за содержание и ремонт жилья. В общем, прежде чем подписывать этот документ, необходимо с ним подробно ознакомиться. На это каждый собственник имеет полное право. Не стесняйтесь, требуйте экземпляр договора и приложений к нему. Отказывают? Пишите письменную просьбу. В конце концов, от этого зависит, сколько и кому мы будем платить. И самое важное, принять решение о смене формы управления могут только собственники на общем голосовании. Управляющая компания не вправе навязывать людям ту систему обслуживания, по которой им удобнее работать. Ксения Епишева, Александр Иванов, Виталий Харченко. Новости нашего города.